Распырять стартофеи предыдущими я должен говорить про Кимон. Заглавие получилось по некоторым соображениям слишком общим. Но это я конкретизирую, да. А про Игоря Ракадьевича я должен сказать, что мы дружили. Мы были очень разные. Я никогда не занимался работой на его отрасли. Теми, которые вы сегодня прослушали. Всю жизнь занимался совершенно другими вещами. И всегда это вызывало у него живой интерес. Ну и вот и мы по-другому еще разные были. Много раз говорил, что он любил точную работу. А меня всегда динулся к предыдущим вещам. Ну и вот то, что я буду рассказывать, это тоже. Значит, ну тут некие публикации. А дальше, значит, да, вот я что хотел сказать, что заглавие подразумевает, что я буду что-то говорить о потеплении климата. Так вот, как раз об потеплении климата я не буду говорить, а если уж надо об этом упомянуть, то тенденция идет к тому, что мировое сообщество, которое этим занимается, это IPCC, International Committee for Climate Change, он наконец-то вот созрел, чтобы признать, что это все-таки антропогенный эффект. А так они все, в общем, спорили. На чем там спорить, это непонятно, но я думаю, что причина в том, что, техническая причина, что метеорологов по образованию надо учить гораздо больше, чем климатологов. И поэтому они доминируют. А в метеорологе, они известны, что сегодня так, а завтра иначе, а завтра, послезавтра может вернуться. У них психология неправильная. И такая же, кстати, психология у геологов. Потому что в истории Земли они видели, что все было. И очень холодно, и тепло. И поэтому они тоже, что там, мы там немножко замусорили атмосферу, ерунда, все вернется куда-нибудь. Так вот, поэтому с потеплением климата, я думаю, что все, ну, по крайней мере, все ясно. Но тенденция идет правильно. И, в частности, американский президент недавно передал, в общем, вполне правильные шаги в этом направлении. А китайцы, может быть, его поддержат. И тогда, в общем, будут двигаться и в реальные меры, которые не прекратят, конечно, выбросы, потому что это невозможно. По крайней мере, сократят. Сократят и путь в этом, в регистральный путь. Это пока заменяет уголь на газ, уголь и нефть заменяет на газ и на афронную. А какой шаг президент сделал? Ну, надо где-то читать в этом самом, в Википеде, в интернете. Так, вот большой список сайтов, которых, значит, я буду по-то делу пояснять, это скорее для истории. Значит, я буду рассказывать о разных рядах климатических. Они в разных продолжительности есть с 880 года, ну и чем раньше, тем менее точны. А есть очень точные физические данные, которые, ну, достаточно точные. А я буду их анализировать, спектры, корреляции, смотреть, значит, какая задача вообще выяснить. Есть ли причинная связь между одними мематическими зависимостями и другими. Ну, вот я сейчас примерно покажу, какие есть. Ну, вот, значит, так, этому надо, ну, сюда. Так, вот это два ряда температур, но они почти, чем к концу они почти совпадают, имею в виду, по ссылкам 1 и 2. А, значит, вот это то, что выписано, а среднее это усреднение с периодом 12 лет. А внизу то, что осталось после вычитания колебаний от среднего и график Энсо. Значит, что Энсо это Энниния Сау 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 Сау. Это климатическое явление, которое разворачивается в типом океане. И есть, опять-таки, вот группа людей, которые вычисляют этот индекс, и он уже хороший с точки зрения для обработки. У него дисперсия единица, а средняя 0. Вот так он сделан просто. А вычисляется он по отклонениям температуры от климатической, температуры и давления. Ну, в общем, сложная процедура. Важно, что есть такой индекс, и он вот, в общем, с 1900 года и даже с 1880 по настоящее время. И все эти, все данные, о которых я буду говорить, они здесь, на предыдущем слайде было, верхние это месячные, то есть обновляются раз в месяц, а эти два обновляются раз в сутки. А вот эта средняя температура, это у себя, да, по всему шару? По всему шару, значит, весь глобус разбивается на квадраты 5 на 5 градусов, с них собирается метеорологическая информация, и после этого правильным образом она усредняется и сравнивается с исторической. То есть это не абсолютная температура сюда, а отклонение от них, вот тут, от мурятки, все это пляж, какая на самом деле средняя температура в поверхности Земли, об этом есть споры. Ну, и об этом я не буду останавливаться. То, что меряют ветеорологи, да, на высоте 15 метров, там у них есть свой принцип измерения, да. Так, это, что касается вот температуры и индекса НСО, они близки, ну, тут чего-то глазом уловить невозможно. А вот еще измерение СО2. Ну, вот это кривая точных измерений с 62-го года. Так вот это надо. Значит, соответственно, вот эти зигзаги, это ежегодные колебания. У них есть, вот они, тут, в течение года с лишним прорисованные, соответственно, есть наиболее длительные данные на Мауна-Ла, Ла, это посреди Тихого океана. Вот между 60-м и 1960-м и 2000-м годом практически разница очень невелика. А есть данные по всей Земле, ну, то есть усредненные по нескольким станциям. Они имеют ту же двойную периодичность, но немножко по-другому себя ведут. Соответственно, здесь тоже происходит 12-летнее усреднение, и из него вычитаются уже вот данные, и получается такой график. Никакого, да, порядка пока не видно. А теперь мы употребляем стандартные процедуры, которые вот Хинченом и Виннером сперва, и Хинченом в 30-е годы установлены. То есть вычисляем среднее, вычисляем дисперсию, вычисляем корреляцию и от нее вычисляем спектр по, в общем, стандартным процедурам. Но вот тут сравнивается три корреляционных функции. Значит, индекс С это к СО2 относится, к температуре, а Е это к ленинью. Ну, в общем, они похожи, но тоже только что похожи. А вот интересно, интеркорреляция между ними. Вот самая высокая корреляция оказалась между СО2 и температурой. Но, что забавно и до некоторой степени неожиданно, то, что, ну, как бы нам, мы думаем, что СО2 доминирует и определяет температуру. В данном случае температура опережает СО2 на, значит, тут примерно 7 месяцев. 7? Ну, я не помню точное число, но вот, вот, смотри. Где говорится? А, значит, СО2, температура Азия, это что такое? Креляция, между ними корреляция, ковариация, вот так, математика называется. Вот, остальные менее выразительные, но уже и тоже беденовые, тоже они есть. А вот спектры этих трех, значит, опять-таки зеленое, это НСО, глобальная температура красная, и СО2 голубая. И вот, оказывается, значит, спектры, ну, тут вот они в частотах показаны, а, соответственно, ну, есть те, которые, вот, один пик есть, а остальных нет. Но вот на 2,5, на 2,5 годах, в общем, 3,5, а вот на 3,6,5, есть 3 пика, совпадающие НСО, температура и СО2. Это, вообще, говоря, давно известно, что есть такая межгодичная, межгодичная или квазидвухлетняя. Ну, стандартное слово даже квазидвухлетняя, но как-то вот тут 2,5, тут 3,5. Поэтому я предпочитаю межгодичную или квазидвухлетнюю. То есть... Ну, уж даже на 2,85 есть 3 пика, просто они разные амплитуды. Посмотри, 2,85 и ливне, они как раз все попадают в половину максимума. Да, ну, тоже, дай Бог, они поменьше просто, поэтому я их как бы так... Да, ну, вот есть, да, что означает, что они, во-первых, не кратные году. Что, то есть, их несколько разных. Есть еще почти совпадающий, вот тоже 3 пика на 8, но тут точность мала. 8 плюс минус 1. Вот. Это надо сказать, что у Луны есть такой период, 8,25 года. И вообще, связано это с Луной или не связано, но мы попытаемся это разобрать дальше. С какого года начали мириться Луна? С 1958 на Мололова, а дальше в других местах позднее. Значит, 35 лет и по 60 примерно лет. А толщина тогда была совсем недавно, да? А? Толщину озонового слоя совсем недавно? Да нет, уже тоже, а что толщина озонового слоя, она туда-сюда колеблется, и больше, и меньше бывает. Я не знаю, как она связана. А вот когда был предыдущий Ледниковый период, там был меньше, 602 было? Ледниковый период был существенно меньше. Меньше было? Да, там, значит, у нас уровень 1880 года, ну как бы стандарт, это до индустриальной эволюции, это 280, сейчас мы пересекли 400, а тогда он падал до 120 тысяч. Это в каких единицах? Это единицы, называется Пи-М, Пи-Пи-М, а в русский это частей на миллион. Подожди, Лёш, а он падал уже, как бы после того, как Ледниковый период выступил, но перед этим он был тысячи. Опять-таки, значит, тысячи было, это было 50 миллионов лет назад, и насчет этой тысячи, там разброс от 700 до 3000, там в логарифической шкале, тут можно сказать. Это было тысячи, а значит, Ледниковые периоды, то, что геологи называют плейстоцент, это всего лишь 3,5 миллиона лет. Вот 3,5 миллиона лет, есть периодичность по 40 тысяч лет и по 100 тысяч лет, а до этого было вообще так тепло, ну, это не значит, всегда было тепло, было всяко и тако и всяко. А вот эти 40 тысяч лет, это и на сколько колебалось, 2 до 5 пм, на сколько раз? Вот, значит, там максимум 300, а минимум 120. То есть, размашка уже большая. Знаешь, Паша, что подозрительное? Когда подозрелся, давай снять, теперь вас быть и не допилишь. Ты говорил, что тебя будет... Ледникового, Ледникового, я верю, что все понимают климатик, никто не понимает по всей тону. Давайте послушаем. Да, значит, вот то, что я, о чем я рассказывал, оказалось, что в этом же году, когда я опубликовал, но в январе вышла работа трех норвежцев, вот ссылка на нее на предыдущие, вот она тут есть, которые, в общем, сделали то же самое, но совсем по другим, по другим рядам данных, таким же, в смысле, более коротким, и 20-летний всего период. И просто источники разные, они близки между собой. Ну, результаты, в общем-то, они совпадают, вот тут внизу, вот, во-первых, графики тут воспроизведены по корреляции, вот опять корреляционная графика повторяется, а вот сравнение соответствующих периодов. У них будут такие, а у меня более точные просто, ну, просто, более точные, по предъестественной причине, что у меня временной период гораздо больше. В принципе, это все и то же, тоже правильная работа. Так, это я уже показывал. Да, ну вот, а теперь мы вернемся к тому, почему, значит, опережает, температура опережает СО2 вот в этих циклах, трех с половиной годичных в основном. Значит, вот давайте нарисуем, как меняется, как меняется температура. Видите, тут всего лишь 0,2 градуса. Вот, PPM тут тоже амплитуда небольшая. Ну, и оказывается, окажется тут разными цветами куски этой непрерывной кривой. Ну, просто оказывается, у стрелочки тут показывает, что она вот вообще так вьется. Ну, и что? Это, да, вот циклы, они тут не очень цикличные, но, тем не менее, вот оно, так сказать, более-менее по одному месту кружится. Поэтому говорить о том, что человек опережает, тут бессмысленно, потому что разность ФАС в этих колебаниях, ну, вот она, как всегда, разность ФАС с маятник у вас. Вот, теперь вот я немножко расскажу о высокоточных данных. Вот это за тоже 62-го по 13-й год показана длительность суток. То есть, на самом деле, не длительность суток, а отклонение в миллисекундах, извините, в миллисекундах, вот это на оси не отмечено. В миллисекундах, нет, зато сказано, там, лопатчик, лопатчик, лопатчик. Ага, так, вот здесь, да, в миллисекундах от, ну, объектного среднего. Теперь, вот, соответственно, такие вот пички, вот это ежегодные колебания. Что еще? Ну, тут информация и докорена, потому что на этом графике... Что тут измеряется? Да, во-первых, как измеряется? Да, да, да. Измеряется парними радиотелескопами, которых, вообще говоря, там, 120 или 140 штук, которые смотрят на очень удаленные источники глазара, земля крутится, и в момент прохождения этого глазара интерферационным методом его положение измеряется с точностью до одной тысячной угловой секунды. И поэтому, когда совершается полный оборот, а лучше, конечно, несколько, то скорость вращения Земли измеряет, собственно, скорость вращения Земли, а точнее отклонение ее от стандартной. Чем это вызвано? Ну, вот разными причинами это вызвано. Это есть, во-первых, Луна, потому что, вот, видите, тут много есть разных периодов, ну, годичные его просто видно, полгодичные есть, ну, может, у меня есть как-то изображен. А какое время измерений? Сколько они вот? Вот 62-го года. Нет, 62-го, ну, сколько они меряют там? 100 дней? Нет, меряется дежурно, меряется круглосуточно, 140 по всей Земле. Каждый день? Повторно. Да, и меряется, и источников тоже много этих глазаров. То есть, каждый смотрит за многими. А потом все это собирается во Франции, в международном центре, там у него ссылка была, который все это обрабатывает вместе и вот строит, на самом деле, такой, и ежедневно обновляет свои данные на сайте, который там я был проведен. Орбитальное движение Земле есть еще, тоже подобное. Конечно, да, все учитывая, но их интересует именно длинность. Орбитальное тут тоже есть, вот так. Не так просто берется. Вот к этой картинке, которую вы задаете, вопрос, который мы показали, вот к этой картинке. И кроме того, что есть общая шерсть, еще имеется совершенно регулярная, так сказать, вот картина периодическая. Вы имеете в виду самый длинный период? Вот это? Нет, нет, я вот мелкий. Мелкий, вот мелкий вы тут не видите. Мелких периодов, я думаю, я до спектра доберусь. Их, во-первых, много. Среди них есть. Рассматривается какой-то, очевидно. Что-то не рассматривается, анализируется все. Я строю спектр весь. Здесь анализируется. Я не беру, это вот есть данные. Я просто строю их спектр. Ну, я даже не хотел. Ну, ладно, мы это пропустим. Ну, вот спектр, значит, соответственно, синий и красный это другое. Я о нем вот хотел сказать перед этим. Значит, ну, давайте все-таки так построим, что красный тут нет. Синий интереснее. Синий это вот спектр Земли. Значит, смотрите. Вот годичный период. Вот они уже выведены в годах. Вот синий максимум. Это красный, он просто на два порядка выше смещён. Вообще-то они друг друга повторяют. Полугодичный. Тут сидим, плохо видим, вот этот точек. Это очень забавный период. Это треть года. Вообще говоря, треть года надо думать оттуда. Квартал чего, финансовый период? Треть, не четверть, а треть. Треть берется вот оттуда, я вам скажу. Потому что Луна имеет период один. У Луны есть период тоже годичный. А её воздействие на Землю это единица на аэропу. И вот когда вы единицу на аэропу разложите в этот самый спектр, то и появляется тройной период. Хорошо, а вот этот период, он чисто лунный. Опа. Дай её засветить. Вообще засветил. Видно, да? Так? Ну да. Опять, ну вот, да. А чем красный от синего отличается? Вот что такое красное. Это тоже суточное измерение, которое в точность может быть не так велика, но которое определяет момент, момент импульса атмосферы. Значит, смотрите. Вот они что берут? Берут со всей метеорологической станции ветры. Ежесуточные. Более того, у них период 6 часов. И эти ветры считают, как они тормозят или ускоряют Землю. Значит, атмосфера по отношению к самой Земле не синхронна движется. Масса. Да. И поэтому вот есть этот момент импульса, но в данном случае вычитается все три компонента. Значит, у меня наиболее интересны полярные. То есть, из этого, понятно, может, момент импульса. Вот это тоже суточные данные, которые так вообще-то похожи, потому что тоже годичный период. Но заметить, что длительность суток это вещь, которая, ну, как бы, фундаментальная, связанная и с Луной тоже. А здесь это чистая атмосфера. И, тем не менее, оказывается, что их спектры, они очень подобны. Они близки, во-первых, в области низких частот. Вот это, кстати говоря, это и есть те самые 3,5 года. А где-то здесь, соответственно, полтора, два с половиной. Но я обращаю внимание, что вот здесь вот синий пик и вот синий пик. А синяя кривая на два порядка опущена по отношению к красной. Иначе бы они просто наложились друг на друга. А тут синий пик высовывается. Это лунные периоды. Чисто лунные периоды. У Луны есть несколько фундаментальных периодов. Ну, вот. Это период аномалистического месяца. Ну, не буду снять астрономию. Важно, что на такой на Земле вот сказывается и атмосфера Земли, и Луна вместе. И вот, значит, не так давно, а именно в этом году, в четвертом номере, опубликовал в природе вполне интересную нетривиальную статью, которая нетривиальный состав, в ней два российский, а в шее, два француза, которые нашли общий язык. И основной английский, нет, русский, да, ну, учитывайте. У них есть английская статья, но она, честно скажу, неудобно читаемая. Вот, значит, потому, что они написали вне природы, я сказал, писать ясно, и они постарались написать по-русски. Так что, все более-менее понятно. Ну, вот, это, собственно говоря, после них я стал развиваться тоже этой самой моментом инкурса Земли, потому что они показали, что момент инкурса Земли и вот, и длительность суток, вот, они сильно скоррелированы, и поэтому, это вообще говоря, да, ну, тот же в общем график, тот в лучшем разрешении. Леша, а вот, ну, давай я скажу мысленько, что я думаю. Значит, выводы эти предварительные, я не могу, значит, я до некоторых текеней экспромтом этот доклад писал, и не могу сказать, что все, черта подведены, и все ясно, но, тем не менее, что есть эти колебания климатические и вот физические связанные с Землей, что они взаимосвязаны, это очевидно, но, вот, причинность этой взаимосвязи, вот, она, сказать, что первично, что вторично, и что на что влияет, а что не влияет, сказать достаточно трудно. Я думаю, что вот трех с половиной сутки, трех с половиной годичные колебания, что они оказывают свое воздействие и на движение Луны, то есть, это связанные колебания. Дело в том, что движение Луны непредсказуемо, вот, Лаплас и его последователи написали все уравнения, они справились, их решают, но приливные колебания океана, или вот такие колебания, как алюминия, когда весь тихий океан прогревается, его момент инерции, момент инерции всей меняется, это воздействует на Луну обратно, обратно воздействует на Луну, то есть, движение Луны рассчитывается, мы имеем примерно там три тысячи лет, с учетом старых затмений, наблюдений, прошлое, и на основе их рассчитывается примерно пять тысяч лет назад, и на пять тысяч лет вперед, но чем дальше, тем точность расходится, то бы заметили, что движение планет спокойно вычисляется на миллионы лет вперед, спокойно, и они подтверждаются, и точность там гораздо более высокой, Луна, и Земля, это парная система, это сложная взаимодействие, она очень близкая, и она большая, и мы на нее влияем, и она на нас, и поэтому воздействует это все на погоду и климат, вопрос до ниткой степени открытий, то есть, можно сказать, что трех с половиной годичные колебания, это связанные вещи, они есть и в лунном спектре, и в земном, и в земных колебаниях, а вот можно ли предсказать на короткое время, дело в том, что вот эти лунных колебания, там самые, самые, движение лунны, тем не менее, непрерывно, поэтому в спектре самое высокое частотное колебание, оно чуть меньше семи суток, не месяц, как, месяц, там будет здорово, такая облика, а вот есть колебания, 6, там 93, с высокой точностью вычисляется, оно состоит, но не так. Можно ли по движению, вот, длительность суток, она тоже разлагается на много частот, и она предсказуема, не очень хорошо предсказуема, но вот как раз на короткие времена, на неделю, на месяц, на полгода, она высоко точно предсказуема. Можно ли на основе этих, этого, этих данных предсказать погоды, которые нас интересуют, самое сложное, предсказать, на 2-3 месяца, до полугода вперед. Это метеорология не умеет делать. Может быть, здесь удастся помочь, но пока я утверждать это не могу. Ну, вот, не на левую. Давайте, теперь, вопрос. Систематические изменения, композиция же земля должна? Должна. Нет, конечно. А почему, волна же должна стать, как Луна, в конце концов. Должна. Но на это требуется миллиарды лет. А мы 60 лет все проследили, ну, подумайте сами. Миллиарды, да? Миллиарды, там, кстати, в конце концов. Да, луна, да, конечно, не тормозить. А как себя центр вас ведет в этой паре? Так, мы положим. Здесь расстояние до Луны. картинка есть, потому что, если там есть какие-то особенности, да нет, ну, что вы, есть, воздействует. Нет, но есть расстояние до Луны. Центромассы учитывается, ну, как это, по механике учитывается. Одно, множество, другого. это сделано? Ну, конечно же, в этом ничего интересного нет. В этом ничего интересного нет. Мы же, как движутся по своей орбите, так, колебность, в общем-то, эти колебания больше, чем размер земли. Но, ни на чем это не сказывается. А вот вращение, это, вроде, так же. Скажи еще, а вот все такие катастрофы, вот, движения, вот там, землетрясения. Значит, вот землетрясение. Нет, значит, смотри, доказательства. Вот землетрясение. Там происходит напряжение, срывается все это внутренние силы. Внутренние силы не имеют момента по извержению вулканов. Извержение вулканов, вулканов, это такая мелочь. А мелочь, то есть мало. Да. Вот на кривой СО2 есть в народе убеждение, которое наш телевизор иногда же силивает, что извержение вулканов, вот они выбрасывают много СО2, а вот человек там, это, чего там, автомобили дают. Это ложь. Это прямая ложь. Потому что вот есть кривая СО2, есть на ней извержение круг вулканов за этот период, их абсолютно не видно. Ну, а потому что они редко извергаются, а машины работают всегда. Ну, можно так, их объем выбросов, просто физический, объем выбросов вулканов, но это есть что-то. А второе, мало по сравнению со всем остальным. Оно мало прежде всего по сравнению с дыханием Земли и океаном. Вот это газообмен между океаном и атмосферой и фотосинтезом на суше, он гораздо более, он вот и определяет эти самые колебания газообмен. Готовцинтезом. Ну, еще можно? Да, нет, что? А вот эмилиническое наблюдение связано с тем, что более интенсивное таяние в ду, открываются огромные, так сказать, прямо чуть ли не континентального масштаба айсберги и прочее. Северный Льдовитый океан тает. Тает. А это? Северный Льдовитый океан. Почему? Нам с вами не дожить. Мы уже стареем. Но, я уверяю, те, кто помоложе, те, кто помоложе, ответить, отвечать, те, кто помоложе, увидят на своем льду Северный Льдовитый океан полностью свободных от льдов летом. Купаться, купаться. Ну, еще, пока. Нет, у вас очень плохо. Уже теплее. А почему теплее? Потому что антифагенные выбросы растут. Одну секундочку, вы показали там какие-то, так сказать, доли градусов. Это я показывал колебания. А вот вы смотрите на эту кривую. Вот оно. В 60-м году 319. Сейчас содержание CO2 а температура это содержание CO2. А температура на ней так сильно это не видно. На ней тоже видно. С словами скажите, сколько это? Градус. Это 0. Это градус. Вот тут 0,6, а тут минус 0,2. Вот одним градусом можно объяснить такой катаклизм, что, так сказать, такое сильное летание льдов. Волярных областях оно идет быстрее. Во-вторых, я бы сказал, есть другая вещь, которая более важна на сегодняшний день. Потепление, климат сопровождается увеличением дисперсии температурной. Раз, и увеличением испарения. То есть, почему климат теплеет не идет в соответствии СО2 как должно быть, потому что есть огромный океан, у которого огромная тепловая энергия. Значит, вот смотрите, поверхностный слой океана, который прогревается и которым мы вообще сто-то-то пятьдесят метров, медий половинка в тридцать раз больше, чем вся атмосфера Земли. Атмосфера Земли, да, мы бы у нее накачали, хрониковый эффект растет, но на чем он сказывается? На том, что испарение увеличивается. А испарение на чем сказывается? На том, что мы в сводках новостей про наводнение читаем каждый день, но в разных частях света. Вчера там в Болгарии, позавчера еще уже, потому что испарение усиливается, и есть прямые измерения этого усиления. Они не очень забавно на суше измерить сколько воды вылило в здоровье труда в каких-то странах. А вот в океане очень легко измерить соленость поверхностных вод. То, что испаряется, оно выливается, но неравномерно. Это соленость... В общем, ответ такой, таки плохо, да, как вы сказали... Таки очень плохо, таки плохо, потому что мы не знаем, как это остановить. Не знаем. И то, что я сказал про... Не пуш, а там... Ливон. Ливонский протокол они сейчас соберутся в Берлине, чтобы следующий эстетический протокол не включал Индию и Китай. И это сделало его бессмысленно. Либо и штаты не выполняют. Да, нет, ну, он на некоторых степях не бессмыслен до самого начала. А вот сейчас Бог даст примут решение, которое опять-таки палеотип. Поэтому к концу столетия все равно мы будем иметь плюс 4 градуса. Минимум. Все-таки плюс 4, не плюс 2, а плюс 4 градуса. Где плюс 2 это врут эти самые, которые нефть и газ, нефть и уголь производят. Много информации научной, научных журналов спонсируется нефтяными компаниями. Да, и совершенно ложные там людей преследуют за то, что улавливание. Есть одно. Ваш, а вот такой вопрос. А у к себе есть проекты по улавливанию СО2. Это вообще они совершенно нереалистичные? Можно сказать нереалистичные, но посудите сами. Можно, конечно, улавить и закачать, но насколько проще его завершить, чем потом улавливать. Вы энергии больше не тратите на это улавливание, не тратите на это не тратите на это По-моему, не реалистичные. Есть еще проекты, там, как сажу распылять в страносфере. Возможно, возможно, на Аяфте начнется выделение метана, там, пишутся на море, вот, в Умлее. Не то, что возможно. Стояние Северного Ольдовитого Океана, оно и потепление окружающих местностей, там очень много метана в фермофросте, в вечном объявлении. Потому что всякая деревяшка там, органика, которая попадает и там хранится долго, она, тем не менее, не просто там хранится, там есть метаногенерирующие бактерии, которые, в отличие всякого кислорода, из этого С-минклерода происходит метан. Я вижу, я вижу, что мы правильно поставили галстом на конец. Вот так. Вот если бы этот заклад был первый, мы бы ничего не приобрели, ничего не добавляли. Да. Мы его еще давайте раз поблагодарим. А вот с вами двойник истей не так очень много. Через 10 заберите стоянку внуши.